Салам, господа! Кто-то просил побольше снимать мои будни. Мои будни это не только серфинг. Сейчас тачку заглушу. О чем я? О том, что я менял масло. Менял масло. Ничего уникального. Это я делаю второй раз. Первый раз делал я на пляже это. Второй раз это я делаю на промышленной зоне, на полигонах. Очень важный момент в Европе. Надо от ветра убрать. Очень важный момент в Европе это не попалиться со старым маслом и с каплями. Штраф огромный. Я аккуратненько там все подложил. Картоночки, бутылочки. Слил, залил, в бутылочку спрятал. Потом пойду ночью там на ту источку. У них есть контейнер для всякой промышленной этой темы. Короче, для старых материалов. Короче, суть не об этом. Это такой краткий видосик, в котором я хочу рассказать. Там русел есть? Русел, братан. Я надеюсь, что твоя информация сработает не только на твоем ландровере, но и на моем дукатике, с моим-то весом. У русела, короче, как-то пост увидел в фейсбуке про лубрикант T-Foil. Это я бы не назвал этой присадкой. Вот. О том, что у него на ренже, короче, где-то на 2-3 литра расход снизился. После замены масла с добавкой этого лубриканта. Вот так вот выглядит эта лажа. Блин, мне за эту хрень эту не платят. А надо бы, уже пора бы мне хоть за что-то платить. Такая тема T-Foil. Короче, история о чем? Русел мне скинул ссылку на их сайт, вообще инфу об этой теме. Это придумали америкосы, придумали изначально для военной техники. Идея какая была, чтобы при пробое поддона техника могла без смазывающей жидкости, способна дойти было до базы и не словить колена движок. Вот. И спустя время эта тема пришла уже в гражданскую промышленность, ну, в гражданскую механизацию. Вот. Эта смазка на сегодняшний день, насколько мне известно, до сих пор держит приз в книге рекордов Гиннесса, как лучший лубрикант. Вот. Не знаю, по какой причине, но Русел мне сказал, что она, типа, это лучше применять на старые движки. Там пара капель, которых осталось, я хочу попробовать где-то на трущихся таких элементах еще попроверять как-нибудь. Как не знаю еще, пока подумаю. Вот. Ну, может и не проверяю. Вот. Но суть какая? Короче, отжалел я от сердца, оторвал 30 евро. Можно у америкосов купить, но один литовский продавец, который занимается запчастями, он продает на ebay. Вот. Я отжалел 30 евро, короче, заказал эту смазку. Вот. Наконец-таки пришло мне масло, потому что здесь все дорого в магазинах. Я заказывал из Берлина, с Autodog. Вот. Сейчас заменил масляный фильтр и масло. И добавил вот эту 8 унций, это там 237 миллилитров этого смазающего средства. Первая замена, ну, первое добавление, вообще не обязательно при замене это делать. Первое добавление идет вот 8 унций. Унции рекомендованы. При следующей смене масла уже половина, 4 унции добавляется. Вот. Я вот, честно говоря, как-то был не очень уверен насчет того, что, ну, неужели просто лубрикант, просто трущиеся свойства, способные настолько облегчить работу двигателя и, ну, как бы, и снизить расход. Вот. Позвонил знакомому своему, очень классному слесарюге в Минск, Валерику. Валерик, ну, он иногда смотрит мои видосы, в основном не смотрит. Ни сюда, не важно. Вот. Я говорю, слушайте, что, реально, что ли? Он говорит, ну, в принципе, да. Говорит, очень большой процент уходит именно на трущиеся, на, ну, КПД энергии уходит на трущиеся процессы. Вот. Не могу сейчас ничего сказать вообще, как она хорошо работает, плохо. По звуку двигателя я как-то не почувствовал, вроде то же самое, как работало, как трактор, так и работает. Но ко мне очень-очень в скором времени, в этом месяце, возможно, там, через недельку, максимум две, едет пацанчик из Минска. Вот. Посмотреть побережье, если мы доедем до Португалии, то, может быть, посерфить, поучиться, по крайней мере, да, он не серфит, ну, хочет поучиться. Вот. И будет возможность позамерять, да, по расходникам. Больших иллюзий я не питаю. Если бы у меня автомобиль легкий был бы, да, то да, это могло бы сказаться, но как ни крути, да, трение улучшится, все дела, но у меня завышен вес от максимального, я вешу четыре тонны. Вот. И мне как-то тут довелось взвеситься. Вот. Но посмотрим, что будет. Короче, это такое, типа, вводное. После такого теста, а-ля через тысячу, две тысячи километров, я этот видос либо допилю, либо вообще заменю. Ну, вот. И расскажу вообще, был ли понт от этой вот фиговины и тратили на нее бабки. Вот. Это раз. И вообще, вот, на перспективу, и вот, я думаю, у меня есть другая идея насчет, как бы, экономии и улучшения работы двигателя. Это не инновация, это не новая идея. Я с этой концептом, там, он немножечко так подсказку дам, связан с электролизом и водородными газами, вот, с газом Брауна. Я эту тему когда-то с ней столкнулся лет пять-семь назад, успешно на нее забил, и сейчас она опять всплыла. Мне Рома напомнил, он встречал ребят из, не помню откуда, из Израиля или из Нидерландов, которые нечто похожее себе установили, только американского производства, достаточно дорогое, полтысячи долларов, правда, не евро стоит. Ну вот, а вот у украинцев я подешевле. Короче, ладно, не буду раскрывать все, как бы, уже заблаговременно карты, если у меня как-то созреет идея и какая-то финансовая возможность, может быть, с помощью вас. Ну, короче, для начала нужна идея, вообще информация, да, нафига это надо, и стоит ли она тратить бабки, вот, стоит ли этим заморачиваться. Вот, то, возможно, я вам попозже будет какой-то тест, обзор, как, как еще и улучшить работу двигателя, снизить расходы по топливу и так далее, да. Возможно, будем следующий делать проект для, сразу скажу для тех, кто участвовал, не участвовал, ждет или вспоминает иногда тему про ветрогенератор, ребзя, не бздите, он приехал. Ну, некоторые это знают уже, вот, просто рано информацию предоставлять. Он приехал, я успешно избежал растаможки, среднеуспешно я даже выиграл спор, забрал частично деньги у китайцев, все сразу такие, о, он что, аферист, как бы, или это, или что-то не так, что-то не так. Я ожидал, конечно, параметры ниже, но не настолько, сделаны были определенные тесты в ручном режиме без установки, но мы, как бы, хоронить этот проект не будем. Можно было вернуть все бабки, да, но все бабки вернуть, это отослать ветряк назад, забрать все бабки, это было бы, по крайней мере, ну, как минимум, для вас неинтересно. Да и, в общем-то, и мне хочется узнать насчет там вибраций, и, в общем, так как у нас тест по ветряку два основных направления, да, это вибрации и мощность. Вот, как бы плохо он ни оказался, у нас никуда не уходит вопрос вибраций, поэтому тестить мы его будем, это раз, будем выяснять про вибрации. Два, мы попытаемся немножко модернизировать, по крайней мере, лопастную часть, чтобы из него выжать все, что можно. Вот, потом я вам расскажу там, что с ним не так, почему не так, вот, и это будет еще не все. Если, опять-таки, будет такая у меня возможность, я вам все-таки расскажу и даже, наверное, покажу, но это будет не в ближайшие даже месяц-два. Вот, ветрогенератор, который реально может дать офигенные параметры при небольших мощностях, но там есть нюанс. Там нужны руки из правильного места, потому как этот тип ветрогенераторов не продается, их нельзя заказать на Алиэкспресс или где-то еще, там, на Амазоне, на eBay. Но вот, этот ветрогенератор нужно сделать самому, это один вариант. Второй вариант, в общем, есть, как бы, дядечка, который, возможно, он живет, если не ошибаюсь, на Украине, возможно, за оплату он будет готов это сделать. В общем-то, некоторые из расчетов и чертежей я у него и заимствовал. Заимствовал, не украл. Но это ладно, это мы уже забегаем слишком далеко вперед. Короче, я никого не напикал, как кончилось, короче, все нормально, ветряк есть, информация будет, пробовать мы его тестировать будем. Почему не сейчас, сразу же скажу, не могу, пацан едет из Минска, да, а мне нужно стоять стабильно на одном месте, да, морочиться, пилить, сверлить там крышу, стенки, там, делать крепления, экспериментировать с муфтами, что там не подошло, не получилось выкидывать, брать, ставить новое. То есть это, как бы, не подразумевает туризм, ну вот, это подразумевает такой вот процесс постоянных экспериментов. Вот, поэтому сейчас мы с Лехой прокатимся, проверим лубрикант. Ну вот, сразу скажу, как лубрикант не используйте интим смазку, она не заработает, там еще вода содержится, зажавеет движок. Вот, и расскажу вам потом, вообще, был ли понт от этого лубриканта, что-то там много осталось, надо будет выдавить остальное. Вот, и что, и что, и что, и что, и что, и что, и там, в скором времени какая-то будет инфа про ветряк, и, короче, я уже все забыл, короче, с чего начинал, начинал с масла. Вот, ладно, покеда. Про бытовуху вам рассказал. Вот такая у нас бытовуха, не всегда на серфе.